Огромное спасибо организаторам и лично Наталье Вячеславовне за любезное приглашение выступить здесь такой заинтересованной аудиторией и безусловно, когда вот есть вот такой вот интерес живой, это во-первых мобилизует лекторов и во-вторых, так сказать, подводит нас к максимальной выкладке этого материала, который у нас имеется. Ну, еще один комплимент Наталье Вячеславовне, потому что она, конечно, себя взяла на себя очень тяжелую ношу, на мой взгляд, со своей лекцией по холестазу. Мне помнится, когда в 2005 году мне посчастливость выступать на фальковском симпозиуме, посвященном первичному склерозирующему холангиту, и я там читал лекции по морфологии первичного склерозирующего холангита, буквально 20 минут моей лекции, 12 случаев я продемонстрировал, и после этого в течение получаса я отвечал на вопросы. Это на самом деле диагноз первичного склерозирующего холангита, или это аутоиммунный перекрест, или это аутоиммунный гепатит с холестазом. И, безусловно, здесь я с Натальевичем солидарен, что без биопсии печени, без морфологического исследования, которое дает нам возможность дифференцировать те вот разных форм холестатических болезней, никак не обойтись. А это, безусловно, высший пилотаж, уметь дифференцировать эти нозеологические формы хронических заболеваний печени. Переходя к теме нашего доклада, неимвазивная диагностика, безусловно, я вам хочу сказать, что если вот говорить о неимвазивной диагностике, здесь вот гепатология, и гепатология наша, она переди всей внутренней медицины. Почему? Потому что к концу 20 века было накоплено достаточно морфологического материала, который позволил нам дифференцировать те вот ранные стадии фиброза печени до развития цароза печени. И на основании вот тех полуколичественных систем, которые были введены в клиническую практику, это вот было сделано группой Метавер, это French Cooperative Study Group, французская группа ученых, которые занимались вот оценкой фиброза печени, оно позволило использовать эти вот системы вот в клинической практике и оценивать фиброз печени на ранних доциротических стадиях. Безусловно, такой подход, он позволил продвинуться и в изучении патогенеза самого фиброза печени и тех закономерностей, тех медиаторов, которые участвуют в патогенезе. И вот такие вот данные они позволили дальше, используя в клинической практике вот эти вот все вот медиаторы, постараться экстраполировать на неимвазивном уровне тех изменений, которые происходят в ткани печени. Слышите, пожалуйста. Итак, на сегодняшний день, если говорить о неимвазивной диагностике фиброза печени, это безусловно три заболевания. Это хронические вирусные гепатиты различной теологии, это алкогольная болезнь печени и это неалкогольный стеотогепатит. Вот для этих нозологических форм мы четко можем сказать, что на сегодняшний день у нас вот есть вот выработанные критерии, которые нам позволяют оценивать фиброз неимвазивным способом. Кстати, это вот проблема, которая не позволяет очень сильно, так сказать, распространяться вот этим неимвазивным методом в остальных сферах применения внутренней медицины. Ну вот, ну что я имею ввиду, если вот брать гастронитровую, например, нельзя неимвазивно оценивать фиброз печени, фиброз подживающей железы. Почему? Потому что очень сложно проводить морфологическое исследование, и там нет систем полуколичественной оценки морфологических. Вот если говорить о заболевании легких, очень сложно неимвазивным способом оценивать степень фиброза легких. Почему? Потому что там нет невыработанной вот как раз вот эти вот системы полуколичественной морфологической оценки, и не с чем водолизировать результаты неимвазивных методов. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены последовательные стады развития фиброза печени. Хочу вам сказать, что это, конечно, нелинейный процесс, что скорость вот этого процесса, она зависит от многих факторов. И на сегодняшний день очень хорошо известно, что если, скажем так, говорить о хронических вирусных гепатитах, не факторы, которые относятся к вирусному гепатиту, такие, которые хорошо нам известны, как вот вирусная нагрузка, генотип вируса, они не являются определяющими в отношении темпов прогрессирования фиброза печени. На сегодняшний день более четко становится понятным, что определяющим в отношении прогрессирования фиброза печени является наличие определенных генов у наших пациентов, которые ответственны и непосредственно за прогрессирование фиброзных изменений. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены, опять же, темпы прогрессирования этих болезней. Как вы видите четко, вот здесь имеется очень небольшая группа, у которых фиброз прогрессирует очень быстро. Вот эта вот группа, она составляет примерно от 5 до 20% пациентов. Безусловно, если говорить о цели определения фиброза печени, определения темпа фиброза печени, все внимание наше, конечно, необходимо направлять на вот эту вот группу, у которых имеются высокие темпы прогрессирования фиброза. Здесь, конечно, если продолжать вот эту мысль дальше, конечно, пойдет речь о том, что необходимо проводить и крупные скрининговые исследования с целью определять вот наличие фиброза у наших, так сказать, вот в популяции в целом. На сегодняшний день в Европе уже проведены такие исследования. Вот последние данные, они будут на следующей неделе буквально в Вене, будут доложены. Я вот сегодня после обеда, скорее всего, когда будет круглый стол, посвященный мне, я вам расскажу про эти вот данные. Там очень интересные данные. Вот есть одна проблема. Есть одна проблема, когда мы говорим о применении этих небозимных методов. Это наличие ложноположительных результатов. То есть используются методы небозимной диагностики, такие как эластометрия, да, вот известный вам фиброскалм, фибротест, фибромакс. И у определенной группы пациентов вы ставите диагноз выраженного фиброза печени. Вы представляете, какая вот, так сказать, вот травма вот для этих наших людей, если вот потом то, что вы обнаружили, это не подтверждается. Аналогичная ситуация, когда вот пытаются вот некоторые вот наши коллеги использовать небозимные методы диагностики с целью диагностики гепатоцеллюлярной карциномы, да. По данным небозимной диагностики у пациента вы ставите диагноз гепатоцеллюлярной карциномы, а потом да и у нас не подтверждается. Слышит слайд, пожалуйста. Так, на данном слайде схематически представлен патогенез фиброза печени, я долго останавливаться на этом не буду. Почему? Потому что вот, безусловно, здесь, если речь идет об его изучении, об изучении медиаторов фиброгенеза в ткани печени, они проводятся в том числе с целью использования этих медиаторов для дальнейшей специфической диагностики фиброза печени небозимным образом. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде перечислены те аргументы, на которых я останавливаюсь, и в которых, безусловно, говорят о целесообразности проведения исследований с целью определения вот той вот группы, о которых я вам сказал, группы пациентов с высокими рисками прогрессирования фиброза печени. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена классическая методика проведения биопсии печени. Хочу вам сразу сказать, что если бы не вот эта вот биопсия печени, если бы не вот этот вот материал, который был накоплен в отношении вот хронических вирусных гепатитов, не алкогольного стеотегепатита, конечно, безусловно, на сегодняшний день речь о никакой инвазивной диагностике фиброзы печени бы не шла. И второй аргумент, конечно, безусловно, вот расширение показаний и использование вот нейвазивной диагностики у других, у наших нозологических форм хронических заболеваний печени, она связана с проведением достаточно большого объема бунционных биопсий у этих категорий наших пациентов, для того, чтобы иметь возможность, конечно, вот сравнивать данных нейвазивных методов диагностики с морфологическими исследованиями тканей печени. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, на данном слайде, это вопрос к аудитории, представлен морфологический препарат, пока вы его видите, вот здесь имеется портальный фиброз, расширенный портальный тракт, портальная септа, имеется ремфогистрициторная инфильтрация портальных трактов и стеотоз печени. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, давайте посмотрим, пожалуйста, вот проголосуем, какой здесь вот диагноз по данной морфологической картине. Речь идет о пациенте с хроническим вирусным гепатитом С, пожалуйста. Значит, вот, как бы вы вот определили вот те изменения, которые мы имеем у нашего пациента. Это септальный фиброз. Первый ответ. Оценка по метавиру А1Ф3. Это не гепатит С, а не алкогольный стеот и гепатит. Метавирус А1Ф3, выраженность стеотоз. Я не знаю ответа. Пожалуйста, давайте вот, кто за первый ответ? Можете поднимать руки. Нет. За второй. Вот, вижу один голос от из наших коллег. Третий ответ. Тоже нет, так сказать, желающих ответить, что это не гепатит С, не алкогольный стеот и гепатит. Четвертый ответ, пожалуйста. Вот, потрясающе, потрясающе. Вот, все-таки, вот, больше, так сказать, людей, которые склоняются к четвертому ответу. Действительно, это правильный, на самом деле, ответ. И это говорит о том, что все-таки, вот, наши коллеги на Украине, они ориентируются в морфологической картине ткани печени. Что, безусловно, и на мой взгляд, я глубоко убежден, что, так сказать, вот, если врач не владеет методикой биопсии печени, и если он плохо ориентируется в морфологических изменениях в ткани печени, то, конечно же, он и плохо будет трактовать те данные неимвазивной диагностики, которые он будет получать, ну, методом эластометрии или нашими фибротестами. Сверхуствовать, пожалуйста. Итак, недостатки биопсии. Я не буду здесь долго останавливаться. Почему? Потому что, опять же, я повторю свою личную позицию. Я не склонен противопоставлять проведение биопсии печени к тем неимвазивным методам, которые мы вот широко пользуемся в нашей клинической практике. Мои аргументы, я думаю, что они понятны все вам. На самом деле, достаточно часто, когда вот мы в свое время стали валидизировать методы неимвазивной диагностики, я, как вам уже сказал, мы их сравнивали с данными биопсии печени, очень часто так получалось, что мы по биопсии печени получали одну стадию фиброза печени, по данным фиброскана другую, и по данным фибротеста третью. И вот мне, так сказать, приходилось сравнивать все вот эти данные, искать вот те вот параметры, которые были сделаны не совсем корректно, для того, чтобы оценивать и тем более давать ответ нашим пациентам, которые, безусловно, такая ситуация не устраивала. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена морфологическая система оценки фиброза, которой мы пользуемся, это и система Модель, это и система Метавир, которая, как видите, она, так сказать, конкретизировала стадию фиброза печени. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, аргументы в пользу применения неимвазивной диагностики, я думаю, что они всем, так сказать, понятны, они доступны. Вот это вот и простота выполнения, и достоверность данных, и возможность ранной диагностики, информативность на любой стадии проведения этой диагностики, и возможность оценивать эффективность противовирусной терапии, скажем так, у больных с хроническим вирусным гепатитом С, проводить повторные исследования. И, опять же, здесь вам скажу, что есть очень много нюансов, которых надо знать для того, чтобы правильно оценивать те вот данные, которые вы получаете, скажем так, при проведении эластометрии, например. Возможности использовать в амбулаторных условиях. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены вот разные группы методов. Я в своем выступлении буду вот останавливаться на эластометрию и на наших фибротест и фибромаг. Следующий слайд, пожалуйста. Вот аппарат фиброскан. Насколько я знаю, у вас в Киеве есть такой аппарат. Ну, много направляют на исследование на фиброскан. И здесь присутствующих коллег, пожалуйста, вот поднимите руки вот те, которые направляют на исследование. Ну, как вас удовлетворят результаты, которые вы получаете на фиброскан? Не всегда. Ну, опять, та проблема, о которой я вам говорил, и о которой, так сказать, нужно, наверное, отдельное сообщение, вот это вот показания и ограничения данной методики. В основе данной методики заложен такой простой метод, как пальпация печени. То есть, она, данная методика оценивает плотность ткани печени. В зависимости от плотности ткани печени, вы получаете, соответственно, вот заключение, определенные результаты, которые нам дают возможность строить эту плотность с данными по системе метавир. Следующий слайд, пожалуйста. А вот тесты, вот, которые разработал профессор Полнафт, биопредиктив. Помните, вот семья вот тестов, это фибромакс, это фибротест, это актитест, это ниш-тест, это тест на приемы алкоголя и стеототест. Как вот часто вы пользуетесь в своей клинической практике этими тестами? О, крест. Сейчас слышно? Нормально? Отлично. Итак, вот это вот семья вот этих вот тестов для неинвазивной диагностики фиброза печени. Тесты, конечно, вот, в отличие от фиброскана, они позволяют не только оценивать степень фиброза печени, но и индекс гистологической активности, некровоспалительную реакцию в ткани печени, и степень стеотоза печени. И, как вот видите, вот, при использовании этих тестов мы имеем возможность оценивать те вот этиологических факторы, в которых очень часто имеются у наших пациентов. Ну, очень часто, конечно, мы сталкиваемся с той ситуацией, когда вот больной с избыточной массой тела, кроме того, что у него имеется высокий уровень сахара крови, гиперхолестериномия, пациент тоже употребляет алкоголем. Ну, конечно, вот, в данной ситуации только вот фибромакс, он позволит нам отриференцировать вклад этих отдельных факторов в поражение печени. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, на данном слайде представлены те показатели, которые ходят у нас в формулу расчета фибротеста и фибромакса. Это альфа-2-макроглублинг, аптоглобин, аполипопротеин А1, гамма-гутаминовые транспептидазы и общий билирубин. Конечно, забегая вперед, я вам скажу так, что, конечно, у наших тестов тоже имеется ограничение. Вы сразу поймете, о чем я говорю, конечно, потому что здесь вот два показателя. Это гамма-гутаминовые транспептидазы и билирубин, которые входят в хорошо известную, вот только что, вот, бесстящую лекцию, прочитанную, вот, в синдром холестаза. Поэтому, конечно, у пациентов, у наших, у которых имеется холестаз, нужно, так сказать, либо дополнительно проводить исследование, либо комментировать те вот данные, которые мы получаем. Если к этим показателям, следующий слайд, пожалуйста, добавляется аланиновая трансаминаза, то, конечно, вот этот вот тест позволяет оценивать гистологическую активность хронического заболевания печени у наших пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот, в данном слайде представлены те дополнительные показатели, которые позволяют оценивать СТЭТО-тест. На сегодняшний день совместно с профессором Пойнердом мы вот разработали еще один тест, который вот проще, чем вот эти вот тесты. Почему? Потому что здесь, вот, как видите, достаточно много показателей. Это и уровень глюкозы, это и уровень липидов, это и наличие биохимической активности. Этот новый тест, он называется СТЭТО-скрин. Он позволяет, так сказать, вот заподозрить у, даже у здоровых людей, наличие, наличие стеатоза минимального печени и наличие риска развития этого стеатоза с развитием фиброза печени. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, на данном слайде еще, опять же, показан один еще тест из этой группы тестов, который ходит в семью фибромакс. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. И вот таким вот достаточно удобным и доступным выглядит заключение по проведению вот этого теста. Как вы видите, вот здесь есть колонка, которая оценивает наличие фиброза печени, есть колонка, которая оценивает стеатоз, есть колонка, которая оценивает активность, колонка, которая оценивает наличие вот того алкогольного фактора, который я вам говорил, и в целом активность, который вот, активность неалкогольного стеатогепатита и прогрессирование данного заболевания. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, на данном слайде представлены вот наши данные, которые были проведены в России, исследования по применению фибротестов и фибромакса. Я вам хочу сказать, что вот эти вот данные, они хорошо известны на самом деле. Они были доложены и на европейской гастронеделе, и на американской гипотологической конференции в Бостоне прошлого года. Поэтому я не буду подробно останавливаться. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это вот данные, которые характеризуют эту группу больных. Следующий слайд, пожалуйста. Еще дальше. Ну вот на данном слайде, вот как видите, диагностическая точность тестов. Она достаточно высокая, а я вам хочу сказать, что вот если диагностическая точность метода превышает 70%, то этот метод очень хороший для диагностики хронического заболевания печени. Как видите, здесь вот, начиная с SAFE-1, вот все вот, так сказать, вот тесты, они позволяют очень четко диагностировать фиброз печени. Следующий слайд, пожалуйста. Вот клинический пример. Я за отсутствие времени не буду останавливаться. Следующий слайд, пожалуйста. Как вот видите, у нас был получен минимальный фиброз и минимальная активность больного с хроническим гепатитом С. Следующий слайд, пожалуйста. Что было подтверждено данными морфологического исследования ткани печени? Это данные биопсии. Следующий слайд, пожалуйста. Это еще, так сказать, вот клинический пример. Если вот можно графики только показать. Вот буквально только что вот доклад, касающийся применения ультразвукового исследования в оценке наличия хронического заболевания и стадии фиброза печени. У нас на кафедре тоже была проведена работа, была защищена кандидатская диссертация. Вот у нас вот по нашим данным два показателя. Кстати, они угол независимые, вот эти вот показатели. Значит, это индекс пульсации серединочной артерии, который у нас вот был, имел, четко коррелировал с стадией фиброза печени. И серединоскорозворотные вены. Из остальных показателей, по которым можно вот оценивать неэвазивным способом, да, вот степень фиброза печени, это эластометрия и фибротест. Следующий слайд, пожалуйста. Полученные данные позволили нам разработать алгоритм применения этих методов с целью неэвазивной диагностики фиброза печени. Я подробно останавливаться не буду. Хочу обратить ваше внимание только на один факт. Вот как видите, вот здесь, в этом алгоритме, остается, и я думаю, еще долго будет оставаться такой метод, как проведение биопсии печени. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, выводы позвольте не зачитывать. Они вытекают из того докода, который я вот только что вам изложил. Спасибо вам большое за внимание.